Полковник МакГрегор Здесь есть две вещи. Как ты думаешь, не было ли это нападение частично спровоцировано тем, что Виктория Ньюленд из штата хвасталась тем, что американские военные располагают разведанными о Крыме? И тем фактом, что это были открытые цели? А может быть, это Украина нанесла удар по Крыму в отместку за ракетные удары, нанесённые за несколько дней до этого? Удар, о котором ты говоришь, был нанесён с помощью беспилотного летательного аппарата, который является односторонней операцией Ты называешь это беспилотным летательным аппаратом Камикадзе Он уничтожил один нефтяной резервуар Нефтеперерабатывающий завод продолжает работать Сколько раз они стреляли или выпустили по этой цели в Крыму, неясно, и кстати, это было в Севастополе А бензин, масло, дизельное топливо и так далее в Севастополе, совершенно не связаны с проведением наземных операций на Украине Так что это не имеет никакого оперативного влияния вообще И честно говоря, если мы подбили только один танк, это также не повлияет на морские операции русских Так что это едва ли не более символично, чем что-либо другое Что касается забастовок, которые произошли за последние 48 часов, то они очень важны И я думаю, что было бы полезно сделать паузу и немного поговорить об этом, потому что это указывает на изменение стратегии таргетирования с российской стороны Вы, наверное, помните, что в течение нескольких месяцев русские в первую очередь уделяли внимание энергетической системе А затем, в дополнение к энергетической системе, они начали атаковать систему противовоздушной обороны Даже несмотря на то, что у украинцев никогда не было полностью интегрированной системы противовоздушной обороны, как у русских Они все равно хотели ликвидировать как можно больше, если не все системы противовоздушной обороны, которые они могли, чтобы они могли использовать свою воздушную мощь без перебоев Теперь, уничтожив практически все средства противовоздушной обороны, они сосредоточили свое внимание на совершенно новом наборе целей Которые расскажут вам кое-что о том, что произойдет, когда земля высохнет, и российские сухопутные войска смогут атаковать В течение последних 48 часов русские охотились за скоплениями боеприпасов, боевой бронетехникой и войсками Одним из наиболее важных районов, богатых мишенями, является железнодорожная станция в Краматорске И на этой железнодорожной станции украинцы накопили 200 тонн боеприпасов Эти 200 тонн боеприпасов, которые очень важны для Украины прямо сейчас, так как у нее практически заканчиваются боеприпасы Этот пункт хранения 200 тонн боеприпасов был полностью разрушен Таким образом, украинцы потеряли все эти боеприпасы Вдобавок к этому они уничтожили где-то от 20 до 40 боевых бронированных машин Я не знаю, сколько из них находилось в железнодорожных вагонах и сколько на земле У меня нет никакой возможности узнать это наверняка Они также попали во что-то по соседству со штабом примерно 9 украинских бригад, в результате чего погибло тысяча украинских солдат Это очень важно, потому что украинцы, конечно же, отчаянно нуждаются в компетентных офицерах Они потеряли много офицеров точно так же, как потеряли большую часть своих хорошо подготовленных бойцов Таким образом, 9 бригад, по которым был нанесен удар, понесли довольно серьезные потери с точки зрения компетентного руководства Так вот, там, возможно, тоже были какие-то офицеры союзных войск Мы не знаем ни британских, ни американских, ни французских языков Возможно, мы никогда этого не узнаем, а может быть узнаем только через несколько месяцев Но я бы не удивился, если бы некоторые из них были замешаны в этом деле Потому что мы все больше и больше вовлекаемся на все более низких уровнях в проведении и планировании операций украинцами А потом, когда ты переезжаешь в Херсон, на другой берег Днепра, украинцы вывели из строя три системы противовоздушной обороны с 300 Это ракетоносцы и радары, а также зенитная установка Гепард Это очень полезное оружие с точки зрения низкоуровневых беспилотных летательных аппаратов, низкоуровневых вертолетов и всего остального в этом роде Это идеальная система вооружения Они были там для того, чтобы защитить три сотни человек Все три сотни человек были уничтожены вместе с их радарами и пушкой Так что, откровенно говоря, на данный момент у украинской стороны нет никаких возможностей защитить войска, которые продвигаются вперед, чтобы сблизиться с русскими Так что я думаю, что эти удары были чрезвычайно успешной операцией И, честно говоря, потеря одного нефтяного танкера в Севастополе может хорошо смотреться по телевидению, но это в значительной степени не имеет отношения к исходу операции Хорошо, так что основным средством массовой информации в большей степени нужно было поддерживать этот рассказ о том, что Украина наносит ответный удар, что у них все хорошо Что они справляются с задачей справиться с армией Российской Федерации Но в конце концов это был просто клуб черного дыма, в буквальном смысле этого слова Да, все в порядке Ты врезался в масляный бак, он загорелся, появилось много черного дыма, но это никак не повлияло на берег В этом-то все и дело Это было сделано не в поддержку российских сухопутных войск или военно-воздушных сил На самом деле это было хранилище для гражданского использования, а также для потенциального использования морскими силами Другими словами, это были военно-морские силы России Но ты подбил один танк Там находится несколько танков, а нефтеперерабатывающий завод продолжает работать Так что, откровенно говоря, в этом нет никакого смысла Но да, основные средства массовой информации всегда относятся ко всему, что делают украинцы, так как будто это потрясающее свидетельство неминуемой победы Всякий раз, когда русские отступают из захваченной ими деревни, потому что решают, что ее не стоит защищать, им легче отступить на существующие оборонительные позиции Потеря деревни воспринимается как еще одна великая украинская победа Мы знаем, что в этой части мира, учитывая характер местности, одна или две деревни в верхней части города действительно не имеют большого значения У нас тот же самый менталитет Но я думаю, что изменение стратегии таргетирования действительно важно Это также говорит нам о нескольких других вещах Российская разведка работает превосходно Они точно знают, где находится штаб украинской бригады Так вот, мы также предоставляем разведанные украинцам, и недавно украинцы нанесли удар по штабу российской бригады Так что мы делаем все возможное, чтобы предоставить им необходимую информацию Но существует огромная разница между уничтожением штаба девяти украинских бригад и всех, кто в них находился И более чем тысячи погибших по сравнению с одним штабом российской бригады Другими словами, разница в боеспособности очень велика И я думаю, что даже несмотря на то, что мы наделяем их превосходным интеллектом, они просто не могут использовать его в тех масштабах, в которых им хотелось бы Так вот, я имею в виду, что это соответствует этим документам Пентагона о соотношении 1 к 7 или 1 к 9 Где хорошо, да, вы уничтожили 100 русских, но они уничтожили 900 из вас С математической точки зрения ты сильно отстаешь от восьмерки мечей Да, я так и думаю Что касается Виктории Ньюленд, то я уверен, что люди попытаются связать ее с оперативным ведением войны Я не думаю, извините меня, что она еще не была назначена генералом украинской армии Так что я в этом сильно сомневаюсь Но все же не стоит недооценивать ее влияние Оно просто огромно Она в одиночку втянула эту страну и нашу страну, кстати, в конфронтацию с Россией Она заслуживает похвалы за свою ключевую роль в этой трагедии Да, 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 это здорово Хорошо, спасибо тебе за это Так вот, в разделе отредактировано Где у тебя несколько раз брали интервью, я не совсем понимаю детали Но в тот день, когда России исполнился примерно год Они выпустили свою гиперзвуковую ракету Я не могу вспомнить, как это называется Начинается на букву К И они сообщили, что также нанесли удар по крупной подземной базе НАТО В результате которого погибло довольно много людей Тебе известны какие-нибудь подробности по этому поводу? Потому что мне удалось кое-что почерпнуть из международных новостей Но когда дело доходит до основных средств массовой информации из Соединенных Штатов, они умалчивают об этом Честно говоря, подтвердить это было очень трудно Там действительно была забастовка В результате нее погибло много людей Теперь мне говорят, что забастовка была где-то в окрестностях Киева Что, честно говоря, имеет для меня больше смысла, чем аргумент о том, что она была в окрестностях Львово Я даже не знаю И честно говоря, мы держим наши глаза и уши открытыми в ожидании прибытия любых гробов из Европы, в которых находятся американцы И до сих пор мы не видели, чтобы кто-нибудь из них появился Это вовсе не значит, что они не были перевезены в Соединенные Штаты, если бы американцы были убиты Мы просто не знаем наверняка И основные средства массовой информации, как ты заметил, очень и очень замешаны в попытке представить картину, которая, как они надеются, сохранит поддержку Украины Но правда в том, что Украина сильно проигрывает И я думаю, что в последнее время было проведено несколько интервью, которые подтверждают это К вам приходил начальник польского генштаба, который совершенно ясно дал понять, что у Польши нет под рукой боеприпасов для проведения какой-либо наступательной операции против русских И честно говоря, утверждает, что их запасы боеприпасов были значительно истощены украинцами Это вопрос номер один Во-вторых, он неоднократно заявлял, что русские достаточно компетентны в этом вопросе Их солдаты отличные, очень выносливые, они пытаются как бы развеять это ложное представление, которое так распространено в западных СМИ О том, что русские некомпетентны, глупы, медлительны, безинициативны и так далее Для этого нет никаких доказательств И вот, наконец, все это бахвальство исходит от Прогосона, который руководит группой Вагнера из 40 человек, и он периодически делает заявления, и это расстраивает людей Я думаю, что Прогосон, и это основано на моих источниках, которые сообщают мне, что он стремится баллотироваться на пост президента России после окончания войны Так что он, похоже, радуется каждому удобному случаю Тот факт, что Путин терпимо относится к этому, наводит на мысль, что, возможно, он считает пирозина полезным в той мере, в какой пирозин периодически ставит в неловкое положение армейских генералов или оскорбляет их Президент Путин совершил пару важных визитов на фронт на юге России, а также вверх и вниз по России И я думаю, что ему очень не терпится начать это наступление как можно скорее, как только земля высохнет И поэтому, если Пригожин скажет, эти войска, которые находятся слева от меня, или генерал, как бы его там ни звали, продвигаются недостаточно быстро Я думаю, Путин может расценить это как потенциально полезное средство для стимулирования действий с российской стороны Кстати, начальник отдела материально-технического обеспечения российской армии, чье имя я не могу выговорить, только что был освобожден от своих обязанностей Ходят слухи, что ФСБ обнаружило, что он фактически воровал и пытался перепродать двигатели для танков серии Т-14 Армада Так вот, почему этот человек мог поступить подобным образом, находится за гранью моего воображения В какой-то момент времени коррупция в России распространилась повсюду, и мы это знаем Но это также наводит на мысль о том, что они знали об этом уже некоторое время, и выбрали именно сейчас подходящий момент для того, чтобы раскрыть это Так что я думаю, что возможно Путину и главнокомандующему Корозимову надоела работа командующего материально-техническим обеспечением, поэтому они избавились от него Это очень хорошо Когда ты увольняешь старших офицеров, это всегда полезно для здоровья Вот этого-то мы и не понимаем Когда ты сталкиваешься с двумя вещами, которые происходят в военном деле и которые действительно делают солдат счастливыми Во-первых, если генерал выйдет на поле боя и будет убит или ранен, все скажут, почему солдаты должны этому радоваться Причина этого очень проста Генерал находится вместе с ними Он находится на передовой Он демонстрирует, что разделяет с ними опасность Так вот, что касается русских генералов, то многие из них были убиты нами Люди на Западе ведут себя так, как будто это нечто катастрофическое Нет, это не так В российской армии к этому относятся очень позитивно Российские солдаты в этом отношении совсем не похожи на американских солдат Они не следуют за людьми, которым не доверяют И по этой причине за последние 1415 месяцев было уволено большое количество старших офицеров российской армии А во-вторых, я думаю, что это происходит еще и потому, что Путин хочет продемонстрировать, что он здесь главный, он все контролирует Так что отстранение от должности отдельных старших офицеров, это то, что укрепляет его позиции К тому же солдаты питают к Путину огромное уважение и доверие Возможно, он и не пользуется всеобщей популярностью Я вовсе не утверждаю, что он является эквивалентом какой-то телевизионной личности в Соединенных Штатах Но я думаю, что они уважают его и доверяют ему, потому что он действует решительно, чтобы справиться с подобными вещами Так что все это указывает на то, что в ближайшее время начнется очень серьезное наступление И я не знаю, видел ли это кто-нибудь из ваших зрителей В интернете циркулирует видеозапись, на которой видно, как бронетранспортер Вагнер пытается съехать с дороги близ Бахмута И при этом он разъезжает по тому, что выглядит как 6 или 7 футов слякоти и грязи Другими словами, это просто невозможно И именно этого здешние люди просто не понимают Грязь там просто ужасающая И хорошая новость заключается в том, что грязь течет в обоих направлениях, останавливая русских и украинцев Это не имеет никакого отношения к агностицизму Хорошо, отлично Спасибо тебе Спасибо тебе за эту информацию Таким образом, в течение последней недели Россия фактически обрушила ракеты на Умань В результате обстрела Умани погибло 26 человек Украинские генералы в ответ на это заявляют, что они усилят наступление на Москву Они буквально имеют в виду Москву, Москву, или это просто способ высказаться против армии Российской Федерации Потому что, на мой взгляд, это две совершенно разные вещи Протяженность границы составляет тысячу миль Если ты сидишь за российской границей, то тебе предстоит защищать территорию протяженностью в тысячу миль Помни, что украинцы и русские в значительной степени неотличимы друг от друга И почти любой украинец может говорить по-русски, как правило, довольно хорошо, хотя у них тоже есть заметный акцент Но, конечно же, если вы собираетесь отбирать людей для проникновения в Россию, вы должны быть уверены, что их русский язык безупречен И это не так уж трудно сделать для украинцев Так что я думаю, что идея о том, что они могли бы осуществить своего рода атаку внутри России против какого-то здания или цели в Москве, потенциально правдоподобна Я ни в коем случае не думаю, что это невозможно Главный вопрос, конечно же, Стив, заключается в том, как это поможет Украине Мне непонятно, каким образом убийство нескольких выдающихся актеров на сцене в Москве могло бы улучшить положение Украины Это кажется мне очень сомнительным Скорее всего, ситуация станет намного хуже Да Я уверен, что это происходит просто из-за отсутствия достаточного военного опыта Но на прошлой неделе пара членов Конгресса публично заявили, что Пентагону следует послать Зеленскому кассетные бомбы Насколько я понимаю, эти бомбы не только запрещены законом, но и просто ужасны Не могли бы вы ответить на этот вопрос, а затем, может быть, рассказать моей аудитории, что это за бомбы? Кассетные боеприпасы очень похожи на бейсбольный мяч Представьте себе, что у вас есть тысячи бейсбольных мячей, которые вы можете запустить в определенную цель И эти мячи осыпают целевую зону дождем Плохая новость заключается в том, что из тысячи, возможно, от ста до ста пятидесяти не взрываются Это означает, что теперь у тебя на земле валяется взрывное устройство Такое случалось с нами еще в 90-м и 91-м годах Мы использовали много кассетных боеприпасов против иракской армии И когда война закончилась, большое количество этих неразорвавшихся боеприпасов все еще валялось на земле, и в итоге люди по глупости подбирали их Иногда их забирали солдаты, и там были логисты из тыла армии, которые не участвовали в войне Они по какой-то причине выходили вперед, не понимая, на что смотрят, поднимали это и бросали как бейсбольный мяч И к тому времени, как оно достигало человека, в которого они его бросали, оно взрывалось и либо убивало, либо ранило его У нас была такая же проблема с детьми, как и в Ираке Они прошли через эти районы, где были сброшены кассетные бомбы и получили ранения Это одна из причин, по которой они нам так не нравятся Здесь слишком много обломков, слишком много неразорвавшихся осколков оружия Тот факт, что Конгресс хочет прислать еще больше обломков, для меня прямо сейчас является решающим фактором Вот и появилась новая оценка, новая оценка Я еще не взял ее в руки, чтобы рассмотреть подробно Но мы считаем, что с начала войны украинская армия потеряла почти 10 единиц боевой бронированной техники Это просто невероятно На самом деле они не зашли так далеко И это означает, что русские были чрезвычайно эффективны в нацеливании и уничтожении этих тварей, во-первых Но во-вторых, это наводит на мысль о том, что потери там невосполнимы Как же ты можешь восполнить 10 потерянных боевых бронированных машин на данный момент? Это практически невозможно сделать Так что отправка чего-либо еще на данном этапе игры может заставить присутствующих здесь людей почувствовать себя хорошо Очевидно, что это делает членов Конгресса, военно-промышленного комплекса Конгресса счастливыми, поскольку в конечном итоге это так или иначе кладет деньги в их карманы Но это не изменит исход там Да, это так интересно, что ты так говоришь Потому что часть показаний генерала Миле перед Конгрессом состояла в том, что сенатор от штата Миссисипи спросил его Почему вы так уверены в способности Украины все еще победить? И он сказал Это потому, что мы нанесли так много ущерба российской бронетехнике Но похоже, все обстоит как раз наоборот Я думаю, что так оно и есть У тебя только что был этот генерал Каболи, который является верховным главнокомандующим союзными державами в Европе в форме, и он, если хочешь, является главнокомандующим НАТО Это не самый впечатляющий оратор, которого я когда-либо слушал, но недавно он дал показания и сказал, что по его мнению и как он странно выразился Существует не так уж много доказательств того, что российские вооруженные силы серьезно пострадали в результате войны А затем он попытался перевести дискуссию на тему подводной войны, связанной с подводными лодками Правда в том, что русские никогда не несли тех тяжелых потерь, о которых заявляли украинцы и западные СМИ Русские не потеряли и десяти единиц боевой бронированной техники Суть в том, что правда постепенно просачивается наружу И я думаю, что на самом деле Каболи говорил людям правду в какой-то запутанной манере На самом деле мы не нанесли русским такого уж большого ущерба, потому что, помните, цель этой странной операции состоит в том, чтобы нанести ущерб России Якобы с целью предотвратить их повторное вторжение в другую страну Конечно же, мы не утруждаем себя тем, чтобы подчеркнуть, что сделали все, что в наших силах, для того, чтобы развязать эту войну И представить им экзистенциальную угрозу со стороны Украины Но знаешь, суть в том, что я думаю, все начинают как бы говорить Ну, ты знаешь, украинцы проделали отличную работу, но... Но все идет не так уж хорошо Мы не в состоянии возместить понесенные потери Русские не пострадали, и так далее, и так далее, и так далее Я думаю, что они готовят людей к неизбежному А недавно я прочитал кое-что в газете Хилл от неназванного источника Мне всегда это очень нравилось Хотел бы я сказать, что когда я что-то пишу, неназванный источник или анонимный источник говорит о том, что Белый дом Байдена дал указание Зеленскому, что у него есть выбор Он либо переходит в контратаку, либо принимает меры к тому, чтобы сдаться Если это действительно так, то перспективы у нас довольно мрачные Реальный вопрос, который ты должен задать себе, если ты сидишь в Киеве, заключается в следующем Почему я должен жертвовать той небольшой военной мощью, которая у меня осталась? Если я столкнусь с такого рода выбором, с такого рода катастрофой, которую я сам себе навлек Да, бывший агент ЦРУ Рэй Маговерн недавно выступал в моем шоу Он сказал, что, по его мнению, не пройдет и 12 месяцев, как Зеленский будет убит мирным путем либо силами НАТО, либо нацистским батальоном Но в любом случае, сказал он, я не думаю, что Путин собирается его убрать Я думаю, что именно его собственный народ или НАТО скажут Вот тебе куча денег, иди и займись чем-нибудь другим Что ты думаешь о Зеленске в течение следующего года? Зеленский – это тот человек, которого мне нравится сравнивать с Макроном А кем был Макрон до того, как стал президентом Франции? Я думаю, что он был банковским кассиром, которого Джордж Сорос и другие считали перспективным кандидатом Затем его тщательно подготовили, подготовили и выдвинули на пост президента Франции, и в итоге он стал президентом Франции Я не знаю, как долго еще продержится мистер Макрон, потому что я думаю, что он тоже был идентифицирован как пустой человек Который просто реализует глобалистскую повестку дня, цитируемую без кавычек Именно это и лежит в основе большей части недовольства во Франции Я думаю, что Зеленский похож на нас Вот этот человек был квазикомиком, которому нравилось переодеваться в женское платье и проделывать забавные вещи на сцене вместе с другими людьми И вот кто-то решает, что они собираются превратить его в жизнеспособного политического кандидата И вот его подцепил олигарх, цитируемый без кавычек Сороса и многих других людей тоже можно было бы назвать олигархами Это олигарх по фамилии Коломойский И Коломойский решает, что может сделать его президентом Украины И вот он баллотируется и побеждает во многом потому, что пообещал положить конец войне Он баллотировался на платформе мира И конечно же Зеленский был носителем русского языка Он не говорил по-украински И все это знали Но украинский народ в целом был сыт по горло всем происходящим и думал, что если мы проголосуем за этого человека, он положит конец войне с русскими Мы не хотим войны с русскими Мы хотим продолжать жить с нормальной жизнью Мы знаем остальную часть этой истории Как только он вступит в должность, все изменится Считается, что он тоже преследует цели, которые вряд ли согласуются с интересами украинского народа Неужели он будет застрелен своими же соплеменниками или убит? Это в высшей степени возможно Но у меня нет никакой возможности узнать это наверняка Я знаю, что у него вполне понятная паранойя Мне сказали, что мистер Макроун на данном этапе пользуется очень строгой охраной по тем же причинам Я думаю, что мы вступаем в период, когда многие люди, стоящие на вершине многих правительств Которые проводят политику, противоречащую интересам их народа Будут очень обеспокоены тем, чтобы выжить на своем посту Все в порядке, спасибо тебе Последний вопрос И он основывается на том, о чем мы с тобой уже говорили в этом шоу ранее Ты уже упоминал, что, по твоему мнению, эта война либо положит конец НАТО, либо нет Она не будет похожа на то, как она выглядит сейчас Ты видишь действия Макрона во Франции Где он встречается с Си Цзиньпином и фактически публично объявляет, что мы встанем на сторону Китая на Тайване против Соединенных Штатов В качестве первой трещины в НАТО Или где ты находишься, как, по-твоему, меняется НАТО Потому что для меня это было очень шокирующим событием И даже Польша выступила на прошлой неделе и сказала Может быть, Макрон прав Может быть, Западная Европа слишком долго полагалась на Соединенные Штаты Я думаю, что именно Ангела Меркель, когда президент Трамп был у власти, после встречи с Трампом очень настойчиво утверждала Что все европейцы должны сами стать первыми лицами, отвечающими за свои действия Другими словами, перестань полагаться на то, что мы пересечем тысячи миль океанских и аэрокосмических просторов И спасем тебя в случае кризиса или конфликта Ты должен быть в состоянии защитить себя сам Она была очень оскорблена этим, как будто у нас было какое-то постоянное и торжественное обязательство защищать ее в Германии вечно И вот она сказала, возможно, сейчас нам пора задуматься о независимости О том, что мы должны быть независимой силой на сцене И угадай, что же произошло дальше Ничего особенного Это была пустая риторика Послушай, до тех пор, пока мы не покинем Европу, пока мы не выберемся из этих мест Я не вижу, чтобы что-то особенное происходило Такова уж человеческая натура А почему бы и нет? Почему ты вдруг решил потратить деньги, когда до тех пор, пока вооруженные силы Соединенных Штатов готовы защищать тебя Тебе в этом нет необходимости Это очень простое уравнение Один плюс один равняется двум Так что тебе нужно отнять единицу И тогда у тебя получится единица, равная единица Мы должны, мы должны дойти до того момента, когда они поймут, что мы настроены серьезно Что же свидетельствует о нашей серьезности намерений? Мы должны уйти в себя А вот и первая часть Вторая часть вашего вопроса заключается в следующем Изменится ли НАТО? Я думаю, что эта война на Украине коренным образом меняет не только отношения Америки с Европой, но и европейские дела Я думаю, что это меняет отношения Америки со всем миром к лучшему К тому же никто в Европе не заинтересован в том, чтобы вступать в войну с Китаем Это просто глупо У них нет никакого интереса к войне с Китаем Они хотят вести дела с китайцами Так вот, мы решили, что нам это не нравится, и мы хотели бы предотвратить это Желаю тебе удачи Это все равно, что остановить впадение реки Миссисипи в Мексиканский залив Кстати, люди собираются вести дела с Китаем, так же, как и мы в той или иной форме Повторяю еще раз, аргументация президента Трампа всегда была очень простой Если мы собираемся вести дела с этими людьми, давайте делать это на справедливых условиях Другими словами, мы не собираемся вести бизнес, если им это выгодно, а нам нет, то это должно быть взаимовыгодно Уравнение очень простое Опять же, в этом есть смысл Но мы вступаем в войну с Китаем из-за Тайваня, расположенного в шести милях от Соединенных Штатов И, вероятно, в таком же или большем количестве от Европы Сейчас в этом никто не заинтересован Кстати, нет никаких свидетельств того, что китайцы готовятся вторгнуться в это место Это же полная чушь собачья Так что я думаю, что суть в том, что если все это закончится, будет ли по-прежнему существовать НАТО Этот фасад будет существовать еще какое-то время Будет ли в нем какое-то содержание? Я в этом сомневаюсь Продлится ли это еще несколько лет? Я не знаю Европейцы, европейцы, очень консервативные люди Я уверен, что перед ним будет стоять здание с флагом НАТО в качестве флага Будет ли это что-нибудь значить? Я так не думаю Я думаю, что европейцы коллективно должны создать для себя будущее Это вовсе не значит, что они должны быть настроены антиамерикански и враждебно относиться к России Это означает, что они должны сами строить свое собственное будущее Я думаю, что они уже осознают это Но ничего в этой связи не произойдет до тех пор, пока эти правительства не уйдут, пока Шульц и его команда не уйдут, пока Макрон не уйдет, пока в Британии не появится еще один или может быть новая серия премьер-министров, которые наконец поймут, что они не могут вести себя так, как в прошлом, тогда все изменится И кстати, здесь, в Соединенных Штатах, я не ожидаю, что что-то сильно изменится до тех пор, пока экономика не рухнет и финансовая система не рухнет Я думаю, что мы становимся все ближе и ближе друг к другу Но до тех пор, пока этого не произойдет, я подозреваю, что американцы не собираются предпринимать реальных действий Это заложено в человеческой природе Да, да, Европа гораздо более взволнована своими лидерами, чем Соединенные Штаты Полковник Дуглас МакГрегор, спасибо тебе за то, что ты пришел сюда и поделился своим пониманием, своей мудростью Мы очень ценим тебя, мы высоко ценим твое служение нашей стране и благодарим тебя за то, что ты пришел сегодня Конечно же, Стив, спасибо тебе